Эфирные масла Эфирные масла Но в чем разница? Вы наверняка слышали аромамасла И я сегодня, может быть, новое слово произношу для вас Эфирные масла Есть разница, она заключается в составе Аромамасла чаще всего делаются из минерального масла Как основа на которое, к которому добавляются чаще всего синтетические ароматизаторы И вот этим продуктом наполнен, наверное, на 95-98% весь рынок аромамасел Поэтому я буду говорить об эфирных маслах Которые в последние 15 лет производит определенный производитель Дотера именно на его качество Я и буду ссылаться Потому что для меня эти масла широкого применения И даже для спорта важно и пищеварение А значит, как эти масла можно применить для пищеварения, для улучшения Либо как поднять тестостерон Это не только в дыхании происходит Но и опять же при употреблении вовнутрь И вот давайте поэтапно пройдемся по таким пунктам С чем мы приходим на тренировку Неважно, это йога, бег, пробежка в лесу Или шведская ходьба, то есть скандинавская ходьба с палками в лесу Где это и должно происходить, а не по асфальту с палочками Ну и тем более, если тренажерный зал, железо и так далее В общем, первое, это настрой Второе, что должно чувствовать тело Каким оно должно быть по состоянию В виде отсутствия блоков и зажимов И наоборот сфокусированным, с центральной нервной системой И фокусом вашего внимания Ну и потом после него, как расслабить мышцы, связки, нервную систему И вообще тело в целом И вот пройдемся по этим нескольким пунктам Ну и в завершение, наверное, ваши вопросы Надеюсь, они у вас появятся Я знаю лишь по некоторым определенным людям Что ребята занимаются железом Кто-то из девушек занят с железом? В основном дома Значит, собственным телом И так, наверное, у большинства, да? Большинство йога, фитнес, бег в домашних условиях Окей, но поскольку он в записи Поэтому для вас, зрители, я также озвучу Для разных видов спорта Для разных видов физической активности Озвучу, как же применять эфирные масла Так, чтобы и настроиться И быть в ресурсном состоянии во время физической активности И, разумеется, как тело расслабить Совместно с нервной системой и мозгом После Итак, давайте начнем с того, с чем приходить Ну, согласитесь, с радостным настроем Для железа так вообще должен быть Прям мозг заряжен Поэтому мы слушаем тяжелую музыку Ну, мы те, кто работает с железом И совершенно другое состояние нужно для йоги Промежуточное для бега Тем более, если он продолжительный Поэтому под каждый вид деятельности Нужно свое состояние Если говорить про железо Фокус внимания дает мята Перечная мята Эфирные масла, которыми я пользуюсь Это большое разнообразие Поэтому я буду озвучивать Ну, из основного набора И в данном случае перечная мята Ее достаточно в ладоши капнуть Разогреть Для того, чтобы эфирные соединения Высвободились И благодаря этому короткому пути Рецепторы, которые в носу И тире в мозге Мы этот путь проделаем Эфирные соединения Проделывают очень быстро Поэтому влияние на мозг То есть создание умонастроения Нужного Это происходит в считанные секунды В отличие от влияния кофе энергетиков Здесь нет негативного влияния Здесь не раскачиваем нервную систему А лишь благодаря мяте Просто фокусируем Своё внимание на нужной нам деятельности Поэтому здесь нет такого взбадривания Нервной системе И потом, как от энергетиков Иногда люди чувствуют мандраж Вплоть до тремора рук Поэтому можно избавиться От зависимости от кофе От энергетиков И просто вдыхать, как говорится, мяту Или лимон Лимон Это более лёгкий аромат И его можно даже капать в воду С собой и брать на тренировку В принципе, мята и лимон Это те эфирные масла Которые можно брать на любую тренировку с собой Они практически нигде не помешают Кроме, наверное, йоги Потому что если нужно взбодрить себя Перед силовой тренировкой Перед длительной физической активностью Будь это турники Функциональный тренинг Кроссфит Пауэрлифтинг Либо даже длительный бег Даже если это в лесу То тут больше мята подойдёт Для тех же, кто практикует йогу Таким людям посоветую йога-набор В нём как раз есть и для устойчивости Для баланса Для успокоения Такого более медитативного состояния Поэтому разница есть в маслах Их нужно подбирать под ваши конкретные нужды Ещё мой любимый способ использования мяты Это на нанесение на подошвы стопы И можно даже обойтись без фракционного масла Которое принято использовать для разведения Стопы Это уникальная поверхность нашего тела Через которую можно те же ароматические соединения получить И просто несколько капель на стопы растереть и разогреть Несколько бонусов Первое, впитываясь через кожу Мы снова фокусируем своё внимание Второе, это приятный бодрящий аромат с нами постоянно На протяжении всей тренировки Плюс ароматизация как ног, так и обуви, носков Так что тоже, на мой мужской взгляд, это тоже очевидные бонусы даёт Дальше Для йогов, как я пояснил, есть йога-наборы Специальные смеси И три очень важных йоговских масла Ладан, Мира, Сандал Они помогают успокаивать ум Поэтому вы способны погрузиться в более медитативное состояние Поэтому для йоги больше такие применимые масла Ещё очень важны другие цитрусовые Для того, чтобы, допустим, лень тренироваться Либо какая-то хандра Тут уже просто фокусом внимания не обойтись Здесь хороши цитрусовые Ну, дикий апельсин прям номер один Дикий апельсин, так называется эфирное масло Которое в основном в Греции производится И цитрусовые, они позволяют повеселеть Если вот одним словом обозначить нужное состояние И тут аж несколько масел могу озвучить Дикий апельсин, лайм, лемонграсс, мандарин, грейпфрут Эти цитрусовые способны Ну, поднять какое-то более Сделать более радостное состояние С которым и лучше пробежка будет Лучшая тренировка с железом и так далее И снова можно добавить капнуть Несколько, там, одна-две-три капли Зависит от масла В водичку и с собой С собой в питьевую воду Сама тренировка Здесь, я думаю, лишь йога будет Таким отхождением Потому что вам важно зарядиться этими маслами До тренировки, до любых тренировок Вот, которые я озвучил Кроссфильм, функциональный Кач с железом, ну и так далее Что касается йоги То тут уже выборочно И хорошо, когда вы чувствуете свое тело Вы понимаете, где у вас провалы То ли это в балансировке Значит, смесь под названием баланс Очевидно, что она здесь полезна будет Этот баланс идет все-таки от головы И как раз и устойчивость Как в голове, мыслей в том числе Так и телом вы лучше управляете Поэтому для функциональных тренировок Где необходимо хорошо владеть своим телом Так и для йоговских асан Йоговские же наборы, смеси Они наиболее подходящие Затем, очень часто это проявляется Во время, ну, в кавычках Неудобных поз, неудобных асан Ну и вообще у людей, у которых Блоки зажатости мешают выполнять Какие-то упражнения Здесь очень хороша смесь Под названием деблю Смесь эфирных масел, там грушанка Ну, в общем, около пяти масел Не буду вас мучить перечнем Потому что, наверное, не это важно знать Какие именно масла Входят в такую иную смесь Вы это все можете увидеть на сайте Либо обратившись ко мне И деблю, чем примечательно Она как раз и помогает снять Ну, например, боли в пояснице Которые могут как помешать во время тренировок На тренировках в тренажерном зале Так и во время йоги Болит поясница однозначно Это деблю Хотя, как только заканчивается тренировка И чтобы уменьшить вот этот воспалительный процесс И болезненный, когда мышцы болят после тренировок Снова деблю Но имеет смысл эту смесь использовать После бани, сауны Либо в качестве самомассажа Либо в качестве Попроси половинку сделать тебе массаж Тут я припоминаю такую особенность Есть ли среди вас бегуны? Так, да Бегуны к вам вопрос Судороги бывают? Счастливица Хорошо владеешь телом Судороги очень часто в икрах Ну, качков точно преследуют И бегунов, насколько я знаю, тоже Хотя, конечно, этому всему способствует Как хороший разогрев, растяжка Ну, так и массаж Баня, сауна В общем, такие процедуры А среди масел Снова расслабляющий эффект Это либо деблю Либо даже фенхель Но Есть такая часть эфирных масел Которая должна наноситься на наше тело Исключительно через разведение С разными маслами Ну, я хочу Показать самый простой способ Это кокосовое фракционное масло Оно не имеет запаха Поэтому, если вы не сможете найти такое Значит, используйте Среди обычных растительных масел Те, которые без запаха И тогда Вы сможете определенные масла Жгучие Ну, там, как орегано, например Или даже мята Вы сможете Лишь одну-две капли На хорошее количество развести И уже кожа не пострадает Не будет печь Жечь И так далее В общем От судорог Как деблю Так и Мята В принципе Тоже спасают Это, конечно же Должно быть применимо К разным Фитнесистам Я их так называю Что касается Бани Сауны Я уже упомянул про нее Знаете, из этого набора Наверное Только лишь Лимон Я могу с таким более-менее Успокаивающим эффектом Обозначить И Больше приведу в пример Что в Сауне Бани Хорошо применять По совету Сегодняшнему совету И воспользуюсь И буду таким Ретранслятором Во-первых Хорошо, если в сауне Есть что-то Наподобие миски В которой есть соль И хорошо бы Гималайская Крупная И, как вы знаете Солевые пещеры Они свою пользу приносят Своё расслабление И вот Соль, поскольку Способна абсорбировать Впитывать В том числе Эфирные масла То это будет Наилучший передатчик И, соответственно Вначале Соль напитать Эфирными маслами А затем Кинуть её в ёмкость С водой И пусть Эта ёмкость Постоянно находится В такой бане Сауне Я знаю, что У некоторых людей Это бывает Как дома Так и даже В квартире Поэтому Наверняка Может быть И зрители Кому-то Это может Пригодиться Такой совет И здесь И здесь больше Хвойные подойдут Сибирская пихта У нас есть Туя Кедр Дель Что? Ну такого Такого масла У нас нет Ну в общем Разновидность Хвойных Это наиболее Лучшее Что можно Использовать В сауне Это более Способствует Расслаблению Чем мята Например То есть Вы Надеюсь Уже можете Сделать вывод Что определённые Масла Разогревают Раскачивают Наше внимание А другие Наоборот Расслабляют И Как Ещё один Вариант Это Лаванду Использовать Особенно Лаванда Хороша Для того Чтобы После тренировки Качественно Заснуть Погрузиться В глубокий Сон И Если Вы знаете Что Во время Глубокого Сна Именно Во время Вхождения В четвёртую Фазу Стадию Сна У нас Как раз Продуцируются Нужные Гормоны В частности Для мужчин Важен Гормон Роста И Тестостерон Два Таких Гормона Они Как раз Помогают Как мышцы Расти Так и Успокаивать Связки Мышцы Ну а Для девушек Это интересно Тем Что Они Дают Жиросжигающий Эффект Особенно Гормон Роста Поэтому Глубокий Сон Хорошо Бы Практиковать И Для этого Конечно Лучше Ложиться За Как Минимум Пару Часов До Двенадцати До Полуночи Так Что Лаванда Способствует Быстрому Погружению В сон Нет диффузора Но Возможно Вы видели На стенде У нас Там Используются Два Диффузора Поставить Туда Диффузор Рядом С Кроватью Колыбелью Вашей Капнуть Несколько Капель Лаванды И Глубокий Хороший Качественный Сон Вам Обеспечен Ну или Смесь Сиренити Так что Расслабиться Как Нервная Система А именно Она Как Некоторые Знают Фитнесисты Способствует Мощному Бегу В общем Для таких Яростных Фитнесистов Это более Актуально Наверное Чем для Йогов Дальше Про бегунов Я вспоминаю Что есть Очень классная Смесь Бриф Дыхание Эту смесь Хорошо наносить На грудную клетку Потому что Она способствует Раскрытию Альвеол Наполнению Легкими Нужного Кислорода Для движения Поэтому Вот это Для длительной Тренировки Еще Она хорошо Спасает От простуд Но Тут Я наверное Плавно Перейду К теме Здоровья Как С крепким Иммунитетом Когда Уже Началась Простуда Когда Извините Сопли И прочая Слизь Тело Отторгает То Бриф Способствует При ингаляции При вдыхании Поэтому От этого Лучше Избавляется При помощи Этой Смеси А Чтобы Не доводить До простудного Состояния Тут Идеально Будет Как Иммуномодулятор Это Онгард Смесь Из Гвоздики Корицы Ну В общем Там Около 5-6 Масел Которые Очень Круто Модулируют Сформируют Иммунную Систему Точнее Нашу Иммунную Защиту И плюс Как Иммуномодулятор Для меня было Откровение Что мята Также Выступает Онгард Достаточно Жгучая Смесь И Эти масла Эту смесь Хорошо Либо С медом Либо С водой Употреблять Либо Вдыхать Вдыхать С ладошек Когда Вы чувствуете Что Предпростудное Состояние То Снова Диффузор Помощник Он рассеивает Масла Наши Точнее Дотеровские Диффузоры Они Работают Путем Ультразвуковой Вибрации Поэтому Там нет Разогрева Нет Распада Эфирных Соединений И поэтому Через эти Диффузоры Буквально Через Две Минуты Уже Эфирные Соединения В крови Через 20 минут Благодаря Такому Низкомолекулярному Составу Эфирных Соединений И тому Что они Они легко Проникают В мембраны Через мембраны Внутрь клеток И поэтому Эфирные Масла Следует Рассматривать Еще и Как Природные Антибиотики Причем По силе Своей Они Превышают Значительно Превышают В десятки Раз Известные Антибиотики Фармацевтические Поэтому Хотите Быть здоровы Окружайте Себя Маслами Таков Мой посыл Почему Потому что Ну почему Я это Озвучиваю Во время Такой Лекции Про спортсменов Чем Меньше Мы болеем Простужаемся Однозначно Тем лучше Наши результаты И можно Безбоязненно Выходить Бегать Например В лес Или На тропинку Даже Когда идет Дождь И вы знаете Будете уверены Что вы не Простудитесь Ну и Для Качков Пауэрлитеров Это так же Важно Держать Постоянный Иммунитет Крепким Так что Мята Онгард Две Такие Основные Смеси Что же Еще Я Не оставил Освещенным Я думаю Массаж Вот Про судороги Мы упомянули Я упомянул Да То что Они Порой Ну даже У меня Честно Откровенно Случаются Понимаю Что это Еще и Психосоматика Но Сейчас мы Разбираем Исключительно Тело Физическое Тело Поэтому Первая Смесь Которую Я рекомендую Настоятельно Использовать И держать Рядом С собой Для Самомассажа ATT Aroma Touch Technique Так Расшифровывается Это аббревиатура После тренировки Очень часто Возникают Блоки Зажимы Такие Триггерные Точки Которые Вижу Качаешь головой И вы Сами Можете Нащупать В районе Трапеции В районе Воротниковой Шейной Зоны И тем более Когда массажист Вам делает Вы можете Ощутить Какие болезни На эти Точки Так вот Они возникают И после Однообразной Силовой Тренировки К счастью Асаны Йоговские Способны Выводить Из этого Но Это не про Новичков Мы все Заходим Со своим Хвостом Но определенного Нездоровья Даже Поэтому Как самомассаж Так и Вручить Своему массажисту В руки Этити Или Лаванду Которая Способна Успокоить И нас И наше тело Мышцы Связки В общем Любую ткань Либо Диплю О которой Я уже говорил Вот это Как раз И Возможность Убрать Триггерные Точки Иначе Ну Например Прирост мышц Он Будет Очень слабым Мы не можем Включить Мышцу Которая В зажиме Находится Вот почему А то И не будет Роста И в том числе В силовых Показателях Поэтому Снова Я наверное Повторюсь Окружите Себе Маслами Но Изучите Потому что Определенные Масла Исключительно Следуют Через Разведение В масле Некоторые Являются Очень жгучими Как Орегано Например Да и Мята Тоже И поэтому Есть определенная Безопасная Техника Использования Этих Масел Ну Самое Безопасное Это Пара Две Капли На Хорошее Количество Того Самого Кокосово Фракционного Масла Все И вы Точно Не будете Не будет Ожога Местного Покраснения Что Еще Остается Добавить Я думаю Что Я все Стадии Прошел Как Приход В тренажерный зал Или на тропинку Или в Йога студию Он должен Сопровождаться С нужным Умонастроем Вы поняли Что это В основном Цитрусовые Делает Что С собой Водичку Можно взять Давайте Дополню Еще Пищеварение И снова Как тут Не вспомнить Про качков Для которых Важно Поглощать Большое Количество Пищи Или Пауэрлифтеры Кроссфитеры Вынуждены Большое Количество Белка Употреблять Конечно В первую очередь Ферменты Которые тоже Дотерра Производит Но На нашем Российском Рынке В первую очередь Я посоветую Смесь Именно Составленную Для Лучшего Пищеварения Это Дайджест 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 Еще Отдельные масла Также способны Способны Успокоить Улучшить Метаболизм Метаболизм Хороший эффект Антигрибковый эффект Так и Лучше Во-первых Пищеварение Так и Метаболизм И Тут я вспоминаю То что Ежи люди Запросом Как набрать Мышечную массу И как Наоборот Постройнеть А Сори Она Не в этом наборе Есть такая смесь Слим Энцесси Смелые Дерзкие В этой Смеси Собраны Очень вкусные Масла Она пьется Просто С огромным Удовольствием И она Как раз Призвана Разгонять Обмен Веществ Она Призвана Лучше Утилизировать Наши Жировые Клетки И поэтому Ее смело Можно использовать Как раз Перед пробежкой Перед Кардио Длительной Тренировкой В принципе Перед любой Наверное Даже силовой Тренировкой Слим Энцесси Будет уместно Ну лучше Заранее За полчасика Как это Практикуется С энергетиками Попить Вот Поэтому Слим Энцесси А также Определенные Иммуномодулирующие И Плюс Раскручивающие Обмен Веществ Гвоздика Корица Как я Перечислил Их Вы также Можете Как в пищу Употреблять Ну потому что Достаточно Сложно Просто капнуть Под язык Но Корица Почему бы С какао В крайнем Случае Кофе Ее не употреблять Либо Кассию Гвоздика Орегано Они легко Будут сочетаться С салатами С зеленым Коктейлем Хумусом Смузи И так далее Так и С теми Блюдами Которые Вы готовите На огне Поэтому Тут тоже Есть Приятные Бонусы Как новый Аромат Вашему Блюду Так и Приятный Эффект В виде Лучшего Пищеварения И разгона Обмена Веществ Так что Этот разгон Я думаю Как от Слиминс Сессии Так и От других Я думаю Вам Может понадобиться Если вы хотите Блеснуть Своей фигурой На Пляже Либо В бассейне Я имею ввиду Весной Или зимой Вот Остается Тема Которую Которую Наверное Больше Поддержат И которые Интересуются Мужчины Я загляну В длинный Перечень Масел Которые Поднимают Тестостерон Поднимите руки Кому это интересно Есть Несколько Десятков Человек В первую очередь Сандал Затем Очень удивительно Тестостерон Поднимают Еще и Кедр Шалфей Лаванда Лимон Хинаки Фенхель Кориандр Иланг Ланг Тысячелистник Давана И черная ель Их можно Как вдыхать Так и Использовать Пищу Как Фенхель Например Или кориандр Шалфей Но Сандал Кедр Черная ель Иланг Иланг Их категорически Нельзя Принимать Вовнутрь Поэтому Только Лишь Для Нанесения На себя Либо Ароматизации Вдыхания Вот Мне кажется Еще даже Такая тема Будет Интересна Как Очищение Печени Либо Вообще Детокс Нашего Организма Это При помощи Дайжест Зен И Зендокрин Происходит Две Вот такие Смеси Которые Отлично Очищают Нас От Токсинов Шлаков И Запускают Регенерацию Печени И Очищает И Так что Это Тоже Я думаю Применимо Ну Когда Мы Понимаем Что Нужны Не Только Тренировки Но И Рацион Причем Я думаю Что Даже Для Йогов И Бегунов Это Основное Что Чем Я Хотел С Вами Поделиться Я Надеюсь Что 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 Мы Можем Еще И Через Ваши Вопросы Осветить Если У Вас Моменты Которые На Которые Я Еще Не Закрыл Гештальт Спрашивайте Задавайте Вопросы По Тренировкам По Сочетанию По Маслам По Питанию Это Это Хорошо Поделись По Питаю Для Закрыл Для Зрителей Специально И Заодно Подытожу Еще Очень Действительно Классный Согласен С тобой Я Могу Себе Это Представить Во Смысл Капнуть Эфирные Масла В Пылесос Тем более Хорошо Если Это Одновременно И Помогите Мне Пожалуйста Моющий Совершенно Верно Моющий Пылесос Он Одновременно Очистит Ковер И Прочие Поверхности И Одновременно Будет Выдавать Приятный Аромат И Одновременно Если Использовать Определенные Масла Как Например Масло Чайного Дерева Еще И Очистить Пространство Как А От Вирусов Бактерий Так И Б От Негативной Энергетики Может Кто-то Не Поверит В Эту Шизотерику Но Ребята Ко Мне Иногда Благостная Атмосфера Так Что Масла Тоже Выполняют Эту Функцию Согласен Вот Это Я Использую До Пылесоса Я Не Додумался Поэтому Спасибо Тебе Согласен Во Время Стирки Это Я Тоже Использую Но Не Думал Что Я Буду Это Озвучивать Для Спортиков Что Те Еще Кстати Лайфхак Для Арматизации Туалетом Все Очень Просто Туалетную Бумагу Переворачивайте И Пока Еще Там Много Бумаги Капнуть Но Это Ж Индивидуально Лично Я Использую Мяту На Мой Взгляд Она Не Сочетается С запахом Туалета А наоборот Перебивает Ну Потому Что Я Имел Ввиду Если Хвойные Вот Если Сладкие Цитрусовые Либо Если Это Хвойные Не Все Зайдут Поэтому Либо Мята Либо Специальные Смеси Для Как раз Тоже Очищения Какая Капайбу Знаю Лицею Не знаю Ну вот Незнаком А Кстати Лемонграсс Да Кстати Я его Редко Наверное Упоминал Но Он Тоже Хорош Тут Я Припоминаю Про Два Масла Которые Способны Еще С Кожным Покровом Работать И Соответственно С Мышцами Мышцами И Связками Капайба И Ладан Они Также Проникают Они Также Проникают В Внутри Через Кожу Мышц И Связок И Соответственно Успокаивают Способствуют Регенерации Ну И так Далее Поэтому Эти Два Масла Тоже То Как Видите Огромное Разнообразие Поэтому Двумя Тремя Маслами С Которыми Я Заходил В Свой Дом Так Сказать Они Для Меня Не Раскрылись Никак Во Всей Красе Они Вот Только Сейчас Для Меня Начинают Раскрываться Действительно Оказывается И Уборка Оказывается И Тестостерон Оказывается И Мышцы Связки И Пищеварения Ну И Так Далее Поэтому Я Очень Рад Что Открыл Для Себя И Надеюсь Для Вас Вот Эту Огромную Тему Эфирных Масел Чем Еще С Вами Поделиться Я Вижу Ожидание В Глазах Что Еще Такого Интересного Он Расскажет Ванная Ванная Ребята Не Делайте Как Один Мой Партнер По Партнерской Программе Не Делайте Как Он Ванная В Которую Он Предварительно Налил Горячую Воду Капнул Казалось Быть Огромная Емкость Что Там Около 60 Наверное Литров Воды Может Поместиться Он Капнул Мяту Но Это Кайф Раствориться В Запахе Мяты Но Это Казалось Не Кайф Для Него Для Кожи Потому Что Через 30 Секунд Он Просто Выпрыгнул Оттуда Мята Обладает Таким Жирожигающим А Горячим Горячим Жгучим Эффектом Поэтому Он Выпрыгнул И Никакой Душ Не спас Никакое Полотенце Обтирание Не спасало В течение Несколько Часов Отсюда Делаем Вывод Что Чтобы Расслабиться Ванной Нужны Не Вот Такие Бодрящие Во-первых Масла Которые В основном Цитрусовые Таким Бодрящим Эффектом Обладают А во-вторых Конечно Это Не Должно Быть Из Жгучих Ваш Выбор Должен Падать На Более Мягкие Спокойные Расслабляющие По Запаху В том Числе Ну Как Лаванда Например Так Что Расслабиться Можно Не Только В сауне Фитнес Клуба Или В бане Банном Комплексе Но И У себя Дома Ванной Просто Расслабление Для Тренирующихся Однозначно Важно И Целесообразно Как-то Так Будем Завершать Засыпь Меня Каверзным Вопросом Тантра Тантра Она Все-таки Не с Физикой Тантричное Состояние Это Сатвичное То есть Более Благостное Ну Хорошо Я Твой Ход Мысли Понял Я Хотел Вначале Озвучить Те Умиротворяющие Как я Произносил Уже Сандал Мира Лад Может быть Ландон Не так Но Наверное Очень Хоро Да И Кстати Есть Еще Вики Смеси Смесь Прощения Например Поскольку Тантра Она Все-таки Это Не Про Физику И С другой Стороны Не Про Секс Как Многие Знают Про Нее Да Это Определенные Состояния Через Которые Ты Ну Я Хотел Да К Энерго Обмену Прийти Но И Психоэмоциональное Состояние Ты Решаешь Вот Самая Лучая Наверное Формулировка Для Тантры И Поэтому Тут Разные Масла Включая Смеси Прощения Например Можно И Использовать Ну В общем Нужно Покопаться Извиняюсь За громкий Звук В общем Это Определенные Смеси Которые Как Прощение Решают Свои Задачи Либо Как Цитрусовые Создают Радость С них Я думаю Можно Начинать Капнуть В ладошки И за Время Активности Думаю Они Они Исчезнут И Заменятся Другими Роза Более Женская Поэтому Наверное На Большую Аудиторию Где Как Минимум Поровну С Мужчинами Не Очень Будет Сочетаться Лично Я Так Считаю Я Тут Вспомнил Замечательный Совет Замечательный Совет Все Тот Же Продолжение Сауны Это В качестве Дезодоранта Использовать Поскольку Я сам Не пользуюсь Химическими Дезодорантами Духами Одеколонами То Все равно Встает вопрос Как бы Сделать Более Приятный Запах Исходящий От Тела Ну Я Вам Уже Озвучил Что Мяты Можно Стопы Озвучивать С другой С другой Стороны Очень Хорошо Использовать Такую Смесь Как Тоже Самое Фракционное Масло И С Маслом Напомни Пожалуйста Кокосовое Фракционное В котором Развести По моему Ты мяту Предлагал Тогда Действительно Тогда Просто По Нынешнему Состоянию Но Цитрусовые Опять же Легкие Состояния От Грейпфрута Апельсина Наверное Наилучшим Способом Перед Тренировкой Например Это Будет Лучшим Решением Это Люди Которые Знают Что От Не Приятные Амбра Исходят Поэтому Как Стопы Так И Подмышки Могут Быть С Такой Смесью Ну И Плюс Как Посоветовал В Соде Можно Развести Значит Три Ингредиента Для Такого Дезодоранта Фракционное Кокосовое Масло Тот Аромат Который Вам Хочется Из Эфирных Масел Выбрать И Сода Хорошо Бы Конечно Чтоб Я знаю Спасибо Света За Этот Подарок Из Крыма Прямиком Сода Ну Вот Мое Время Завершилось Благодарю За Внимание За Овации Будьте Счастливы Всем Мира